С правой стороны от стола и памятника движения развивалось меньше, так как по этой стороне две улицы были преграждены рогатками, ради единства направление экипажа, отчего езда могла происходить через одну сторону площади, сламываясь на ней прямым углом, но не скрещиваясь во избежание столкновений. С этой стороны я и обошел статую. Один угол мраморного подножия был действительно сбит, но, к счастью, эта порча являлась малозаметной для того, кто не знал о выстреле. С этой же стороны внизу памятника была вторая надпись. Георг Герт. 5 декабря 1909 года. Среди ночи за следом маленьких ног вырезали по волне мрачный зигзаг острые плавники. Не скучно ли на темной дороге? Вспомнил я приветливые слова. Две дамы в черных кружевах, с закрытыми лицами, под руку, пробежали мимо меня и, заметив, что я рассматриваю последствия выстрела, воскликнули. Стрелять в женщину? Это сказала одна из них. Другая ответила. Должно быть, человек был сумасшедший. Просто дурак, возразила первая. Однако идем. Она начала шептать, но я услышал. Вы знаете, есть приметы. Надо ее попросить. А остальное прозвучало, как ИАО. Неужели? Маски рассмеялись коротким грудным смешком. Секретой любви. Затем тронулись по своим делам. Я хотел вернуться к столу, как, оглядываясь на кого-то в толпе, ко мне быстро подошла женщина в пестром платье, отделанном позументами и в полумаске. Вы тут были один? Торопливо проговорила она, возясь одной рукой возле уха, чтобы укрепить свою полумаску, а другую протянув мне, чтобы я не ушел. Постойте, я передаю поручение. Вам через меня одна особа желает вас. Вам сообщит. Иду, крикнула она на зов из толпы. Сообщить, что она направилась в театр. Там вы ее найдете. По желтому платью с коричневой бахромой. Это ее подлинные слова. Надеюсь, не перепутайте. И женщина двинулась дальше. Но я ее не задерживал. Карнавал полон мистификации. Я сам когда-то посылал многих простачков искать лицо, которого нет. Но этот случай показался мне серьезным. Я ухватился за конец кисейного шарфа, держа натянувшуюся его всем телом женщину, как пойманную лес и рыбу. Кто вас послал? Скажите. Не разорвите, сказала женщина, оборачиваясь так, что шарф спал и остался в моей руке. А она подбежала за ним. Отдайте шарф. Эта самая женщина и послала, сказала и ушла. Ах, я потеряю своих. Иду, закричала она на отдалившийся женский крик, звавший ее. Я вас не обманываю. Всегда задержат вместо благодарности. Ну, она выхватила шарф, кивнула и убежала. Может ли быть, что тайно от меня думал обо мне некто? О человеке, затерянном ночью среди толпы, охваченного дурачествами и танцами чужого города? В моем волнении был смутный рисунок действия, совершающегося за моей спиной. Кто-то перешептывался, кто указывал на меня, кто подготовлял встречу. Улыбался в тени. Неузнаваемый, замкнуто проходил при свете. Да, это бичья Синяэль, сказал я. И больше никто. В эту ночь я думал о ней. Я ее искал, всматривался в прохожих. Есть связь, о которой мне неизвестно, непонятного, первый навернувшийся смысл. Я должен идти. Все становится закрыто и недоступно. Указано одно действие. Осмотрясь и спросив прохожих, где театр, я увидел его вблизи, на углу площади и тесного переулка. В здании стоял шум. Все окна были распахнуты и освещены. Там бушевал оркестр, притягивая нервное напряжение разлетающимся, как шлейф, мотивом. В вестибюле стоял ад. Я пробился среди плеч, спин, локтей, в духоте, запахи пудры, табаку, клестницы, по которой сбегали и вбегали разряженные маски, мелькали веера, цветы, туфли, шелк. Я поднимался, стиснутый в плечах, и получил некоторую свободу лишь наверху, где влево увидел завитую цветами арку большого фойе. Там танцевали. Я оглянулся и заметил желтое шелковое платье с коричневой бахромой. Эта фигура безотчетно нравившегося сложения прекрасного поднялась при моем появлении с дивана, стоявшего влевом от входа углу зала. Минуя овальный стол, она задела его, отчего оглянулась на помеху и, скоро подбежав ко мне, остановилась, нежно покачивая головкой. Черная полумаска с остро прорезанными глазами, блестевшими нема и выразительная, и стесненная улыбка полуоткрытого рта имели лукавый смысл затейливого секрета. Ее костюм было что-то среднее между матьне и маскарадной фантазией. Его контуры, широкие рукава и низ короткой юбки были отделаны длинной коричневой бахромой. Маска приложила палец к губам, другой рукой, растопырив ее пальцы, повертела в воздухе, так и эдак сделала вид, что закручивает усы. Коснулась моего рукава, затем объяснила, что знает меня, нарисовав в воздухе слово «Гарви». Пока это происходило, я старался понять, каким образом она знает вообще, что я Томас Гарви. Есть я сам, пришедший по ее указанию. Уже я готов был признать ее действия требующими немедленного и серьезного объяснения. Между тем маска вновь покачала головой, на этот раз укоризненно и, указав на себя в грудь, стала бить по губам пальцем, желая вразумить меня этим, что хочет услышать от меня, кто она. «Я вас знаю, но я не слышал вашего голоса», — сказал я. «Я видел вас, но никогда не говорил с вами». Она стала на момент неподвижной. Лишь ее взгляд в черных прорезях маски выразил глубокое, горькое удивление. Вдруг она произнесла чрезвычайно смешным, тоненьким, искаженным голосом. «Скажите, как мое имя?» «Скажите?» Вы послали за мной. Множество усердных кивков было ответом. Я более не спрашивал, но медлил. Мне казалось, что, произнеся ее имя, я как бы коснусь зеркально-гладкой воды, замутив отражение и испугнув образ. Мне было хорошо знать и не называть, но уже маленькая рука схватила меня за рукав, тряся и требуя, чтобы я назвал имя. «Бичи Синуэль», — тихо сказал я. «Первый раз, произнеся вслух эти слова «Лис, гостиница Дувр». «Там останавливались вы дней восемь тому назад». «Я в странном положении относительно вас, но верю, что вы примете мои объяснения просто». «Как все просто во мне?» «Не знаю», — прибавил я, видя, что она отступила, уронила руки и молчит. «Молчит всем существом своим. Следовало ли мне узнавать ваше имя в гостинице?» Ее рот дрогнул. Пол открылся с намерением что-то сказать. Некоторое время она смотрела на меня прямо и тихо, закусив губу. Потом быстрым движением откинула полумаску, и я увидел Дези. Сквозь ее заметное огорчение скользнула улыбка. Удовольствие — явиться вместо другой. «Не хочу больше прятаться», — сказала она, протягивая мне руку. «Вы не сердитесь на меня. Однако, прощайте, я тороплюсь». Она стала тянуть руку, которую я бессознательно задержал, и отвернула лицо. Когда ее рука освободилась, она отошла и, стоя в полуоборот, стала надевать полумаску. «Не понимая ее появления, я видел все же, что девушка намеревалась поразить меня костюмом, и неожиданностью я испытал мерзкое угнетение. Я был уверен, — сказал я, — следуя за ней, что вы уже спите на нырке. Отчего вы не подошли?» Когда я стоял у памятника, Дези повернулась. Ее лицо снова было скрыто. Платье очень шло к ней. На нее оглядывались, проходя мужчины, вглядываясь затем на меня, но я чувствовал ее горькую растерянность. Дези проговорила, останавливаясь среди слов. «Это верно. Но я так задумала. Ну, что же вы смутились? Я не хочу и не буду вам мешать. Я пришла просто потому, что подвернулся недорого этот наряд, и хотела вас развеселить. Так вышло, что Тобоган задержался в одном месте, и я немного помешалась среди всякого изобилия. «Вас увидела случайно. Вы стояли у памятника один. Неужели это действительно сделала Фрейзи Грант? Как странно. Меня всю исщипали, пока дошла. Ох, будет мне от Тобогана. Побегу успокаивать его. Идите, идите, раз вам нужно», – прибавила она, направляясь к лестнице. «И видя, что я пошел за ней, я теперь знаю дорогу и сама разыщу своих. Всего вам хорошего». Мне незачем и не надо было идти вместе, но сам растерявшись, я остановился у лестницы, смотря, как она медленно спускается, слегка наклонив голову и перебирая бахрому на груди. В ее вдруг потерявших гибкость в спине и плечах чувствовалось трогательное стеснение. Она не обернулась. Я стоял, пока Дези не затерялась среди толпы. Потом вернулся в Файе, вздохнув и бесконечно жалея, что ответил на приветливую шалость девушки невольной обидой. Это произошло так скоро, что я не успел, как следует, ни пошутить, ни выразить удовольствие. Я выругал себя грубым животным и, хотя это было несправедливо, пробирался среди толпы с бесполезным раскаянием, тягостно упрекая себя. В эту минуту танцы прекратились, смолкла и музыка. Из противоположных дверей навстречу мне шли двое. Высокий морской офицер с любезным крупным лицом, которого держала под руку только что ушедшая Дези. По крайней мере, это была ее фигура, ее желтое с бахромой платье. Меня как бы охватило ветром, и перевернутые вдруг чувства остановились. Вздрогнув, я пошел им навстречу. Сомнения не было. Маскарадный двойник Дези была Бича, Синуэль. И я это знал теперь так же верно, как если бы прямо видел ее лицо. Еще приближаясь, я уже отличил все ее внутреннее скрытое от внутреннего скрытого Дези. Разница. По впечатлению основной черты этой новой уже знакомой фигуры. Но я отметил все же изумительное сходство роста, цвета волос, сложения, тела движений. И, пока это пробегало в уме, сказал, кланяясь. «Бича, Синуэль, это вы, я вас узнал». Она вздрогнула. Офицер взглянул на меня с улыбкой удивления. Я уже твердо владел собой и ждал ответа с совершенной уверенностью. Лицо девушки слегка покраснело, и она двинула вверх нижней губой. Как будто полумаска мешала ей видеть. И рассмеялась, но неохотно. «Бича, Синуэль», — сказала она искусственно равнодушным голосом, чистым и протяжным. «Ах, извините, я не знаю ее». «Я не она». Желая выйти из тона карнавальной забавы, я продолжал. «Прошу меня извинить. Я не только знаю вас, но мы имеем общих знакомых. Капитан Гесс, с которым я плыл сюда, вероятно, прибыл на днях. Может быть, даже вчера». «О, а!» — воскликнула она с серьезным недоумением. «Я не так самонадеянно, чтобы отрицать дальше. Увы, маска не защита. Я поражена, потому что вижу вас первый раз в жизни». «Я должна увенчать ваш триумф». Прикрыв этими словами тревогу, она сняла полумаску, и я увидел Бича, Синуэль. Мгновение она рассматривала меня, я поклонился и назвал себя. «Мне кажется, что и вы поражены результатами вашей проницательности», — заметила она. «Сознаюсь, что я ничего не понимаю». Я стоял, показывая молчанием и взглядом, что объяснение предпочтительно без третьего лица. Она-то час поняла это и, взглянув на офицера, сказала. «Мой племянник, Ботвель». «Да, так, я вижу, что надо поговорить». Ботвель, стоявший, сложив руки, переводя взгляд от бичи ко мне, заметил. «Дорогая тетя, вы наказаны непостижимо уму». «Вы утверждали, что даже я не узнал бы вас. Я схожу к Нувэлю» — уговорится относительно поездки в Латорон. «Условившись, где разыщет нас, он кивнул и, круто повернувшись, осмотрел зал. Потом щелкнул пальцами, направляясь к группе стоявших под руку женщин тяжелой эластичной походкой. Подходя, он поднял руку, махая ею, и исчез среди пестрой толпы. Бича смотрела на меня с усилием встревоженной мысли. Я осознавал всю трудность предстоящего разговора. Почему медлил? Но она первая спросила, когда мы сели в глубине цветочной беседки. «Вы плыли на бегущей?» Сказав это, она всунула мизинец в прорез полумаски и стала ее раскачивать. Каждое ее движение мешало мне соображать. Отчего я начал говорить сбивчиво? Я сбивался потому, что не хотел вначале говорить о ней. Но когда понял, что иначе невозможно, порядок и простота выражений вернулись. «Здесь нет секрета», — ответила Бича, подумав. «Мы путаемся, но договоримся. Этот корабль наш. Он принадлежал моему отцу. Гес присвоил его мошеннической проделкой. Да что это? Есть в нашей встрече. Как во сне. Хотя я не могу понять. Дело в том, что я в Гильгию только за тем, чтобы заставить Геза вернуть нам бегущую. Вот почему я сразу назвала себя, когда вы упомянули о Гезе. Я его жду и думала получить сведения». Снова начались музыка, танцы, пол содрогался. Слова Бичи о мошеннической проделке Геза показали ее отношение к этому человеку настолько ясно, что присутствие в каюте капитана портрета девушки потеряло для меня свою темную сторону. В ее манере говорить и смотреть была мудрая простота и тонкая внимательность, сделавшие мой рассказ неполным. Я чувствовал невозможность не только сказать, но даже намекнуть о связи особых причин с моими поступками. Я умолчал, поэтому о происшествии в доме Стерса. «За крупную сумму, — сказал я, — Гез согласился предоставить мне каюту на бегущей по волнам. И мы поплыли, но после скандала, разыгравшегося при недостойной обстановке с пьяными женщинами, когда я вынужден был прекратить безобразие, Гез выбросил меня на ходу в открытое море. Он был так разозлен, что пожертвовал шлюпкой, лишь бы избавиться от меня. На мое счастье, утром я был взят небольшой шхуной, шедшей в гиргию. Я прибыл сюда сегодня вечером». Действие этого рассказа было таково, что Бичи немедленно сняла полумаску и больше уже не надевала ее, как будто ей довольно было разделять нас. Но она не вскрикнула и не негодовала шумно, как это сделали бы на ее месте другие, лишь сведя брови, стесненно вздохнула. «Недурно», — сказала она с выражением. «Которая стоила многих восклицательных знаков. Следовательно, Гез...» Я знала, что он негодяй, но я не знала, что он может быть так страшен. В увлечении я хотел было заговорить о Фрезе Грант. И мне показалось, что в неровном блеске устремленных на меня глаз и бессознательном движении руки, легшей на край стола концами пальцев, есть внутреннее благоприятное указание, что рассказ о ночи на лодке теперь будет уместен. Я вспомнил, что нельзя говорить с болью, подумав, почему. В то же время я понимал, почему, но отгонял понимание. Оно еще было пока лишено слов. Не упоминая, разумеется, о портрете, прибавив сколько мог прямо идущих к рассказу деталей, я развил подробнее свою историю с Гезом, после чего Бичи, видимо, доверяя мне, посвятила меня в историю корабля и своего приезда. Бегущая по волнам была выстроена ее отцом для матери Бичи, впечатлительной, прихотливой женщины, умершей 8 лет тому назад. Капитаном поступил Гез Бутлер и Синкрайт. Не были известны Бичи, они начали служить, когда судно уже отошло к Гезу. После того, как Синуэль разорился и остался только один платеж, по которому заплатить было нечем, Гез предложил Синуэлю спасти тщательно хранимое, как память о жене, судно, которое она очень любила и не раз путешествовала на нем. Фиктивной передачей его в собственность капитану Гез выполнил все формальности. Кроме того, он уплатил половину остатка долга Синуэля. Затем, хотя ему было запрещено пользоваться судном для своих целей, Гез открыто заявил право собственности и отвел бегущие в другой порт. Обстоятельства дела не позволяли обратиться к суду. В то время Синуэль надеялся, что получит значительную сумму по ликвидации одного чужого предприятия, бывшего с ним в деловых отношениях. Но получение денег задержалось, и он не мог купить у Геза свой собственный корабль, как хотел. Он думал, что Гез желает денег. Но он не денег хотел, сказал обичие, задумчиво рассматривая меня. Здесь замешана я. Это тянулось долго и до крайности надоело. Она снисходительно улыбнулась, давая понять мыслью, передававшейся мне, что произошло. Ну так вот, он не преследовал меня в том смысле, что я должна была бы прибегнуть к защите. Лишь писал длинные письма. В последних письмах его я все читала. Прямо было сказано, что он удерживает корабль по навязчивой мысли и предчувствию. Предчувствие в том, что если он не отдаст обратно бегущую, моя судьба будет сделаться. Да-да, его, видите ли, женой. Да, он такой. Этот странный человек и то, что мы говорили о разных о нем мнениях, вполне возможно. Его может изменить на 2-3 дня какая-нибудь книга. Он поддается внушению. И сам же вызывает его, прельстившись добродетельным, например, героем или мелодраматическим негодяем. С искрой в душе. А? Она рассмеялась. Ну вот видите, теперь сами. Но его основа, сказала она с убеждением, это черт знает что. Вначале он, по крайней мере, у нас был другим. Лишь изредка слышали о разных его подвигах, на что не обращали никакого внимания. Я молчал. Она улыбнулась своему размышлению. Бегущая по волнам, сказала бичья, откидываясь и трогая полумаску, лежащую у нее на коленях. Отец очень стар. Не знаю, кто старше, он или его трость. Он уже не ходит без трости. Но деньги мы получили. Теперь, на расстоянии всего огромной, долго, бурно, счастливой и содержательно прожитой им в своей жизни, образ мой, моей матери, все яснее, отчетливее ему. И память о том, что связано с ней, остра. Я вижу, как он мучается, что бегущая по волнам ходит туда-сюда, с мешками, затасканная воровской рукой. Я взяла чек на 7 тысяч. Вот-вот читаю в ваших глазах. Отважная, смелая. Дело в том, что в Гезе есть, так мне кажется, конечно, известное уважение ко мне. Это не помешает ему взять деньги. Такое соединение чувств называется психологией. Я навела справки и решила сделать моему старику сюрприз. В Лисе, когда указывали мои справки, я разминулась с Гезом всего на один день. Не зная, зайдет он в Лис или отправится прямо в Гельгию, я приехала сюда в поезде, так как все равно он здесь должен быть. Это мне верно передали. Писать ему бессмысленно и рискованно. Мое письмо не должно быть в этих руках. Теперь я готова удивляться еще и еще. Сначала решительно всему, что столкнуло нас с вами. Я удивляюсь также своей откровенности. Не потому, чтобы я не видела, что говорю с джентльменом, но это не в моем характере. Я, кажется, взволновалась. Вы знаете легенду о Фрезе Грант? Знаю. Ведь это бегущее, оригинальный город Гельгью. Я очень его люблю. Строго говоря, мы, Синуэли, герои праздника. У нас есть корабль с этим названием. Бегущая по волнам. Кроме того, моя мать из Гельгью, она прямой потомок Вильямса Гоббса, одного из основателей города. Известно ли вам, сказал я, что корабль переуступлен Брауну, так же мнимо, как ваш отец продал его Гезу? О, да. Но Браун ни при чем в этом деле. Обязан сделать все Гез. Вот и Батвель. Приближаясь, Батвель смотрел на нас между фигур толпы и, видя, что мы, смолкнув, выжидательно на него смотрим, поторопился дойти. «Представьте, что случилось», – сказала ему Бича. «Наш новый знакомый Томас Гарви плавал на бегущей с Гезом. Гез здесь или скоро будет здесь. Она не прибавила ничего больше об этой истории, предоставляя мне, если я захочу сам, сообщить о ссоре и преступлении Геза. Меня тронул ее такт. Коротко подтвердив слова Бичи, я омолчал Батвелю о подробностях своего путешествия». Бичи сказала, добавила, «Меня узнали случайно, но очень-очень сложным путем. Я вам расскажу. Тут мы пооткровенничали слегка». Она объяснила, что я знаю ее задачу в подлинных обстоятельствах. «Да», – сказал Батвель, «мрачный пират преследует нашу Бича с кинжалом в зубах. Это уже знают все. Настолько, что иногда даже говорят, если нет другой темы уже». «Смеетесь», – воскликнула Бича, «а мне без смеха предстоит мучительный разговор». «Мы вместе с Гарвием войдем в Гезу», – сказал Батвель, «и будем при разговоре». «Тогда ничего не выйдет». Бича вздохнула. «Гез отомстит нам всем ледяной вежливостью, и я останусь ни с чем. Вас не тревожит?» Я не сумел кончить вопроса, но девушка отлично поняла, что я хочу сказать. «О», – заметила она, смерив меня ясным толчком взгляда. «Однако ночь здесь затянулась. Нам идти, Батвель». Вдруг, оживясь, засмеявшись так, что стало совсем другой, она написала в маленькой записной книжке несколько слов и подала мне. «Вы будете у нас», – сказала Бича. «Я даю вам свой адрес. Старая красивая улица, старый дом, два старых человека и я. Как нам поступить? Я вас приглашаю к обеду завтра». Я поблагодарил, после чего Бича и Батвель встали. Я прошел с ними до выходных дверей в зало, тесняясь среди маскарадной толпы, Бичи подала руку. «Итак, вы все помните», – сказала она, нежно приоткрыв рот и смотря с лукавством, «даже то, что происходит на набережье». Батвель улыбнулась, не понимая. «Правда, память – ужасная вещь». «Согласны?» «Но не в данном случае». «А в каком?» «Ну, Батвель, это все стоит рассказать Герте Торнстон. Ее надолго займет. Не гневайтесь», – обратилась ко мне девушка. «Я должна шутить, чтобы не загрустить. Все сложно. Так все сложно. Вся жизнь. Я сильно задета в том, чего не понимаю. Но очень хочу понять. Вы мне поможете завтра? Например, эти два платья. Тут есть вопрос. До свидания». Когда она отвернулась, уходя с Батвелем, ее лицо, как я видел его профил, стало озабоченным и недоумевающим. Они прошли, тихо говоря между собой, в дверь, где оба одновременно обернулись взглянуть на меня. Угадав это движение, я сам повернулся уйти. Я понял, как дорога мне эта лишь теперь знакомая девушка. Она ушла, но все еще как бы была здесь. Получив град толчков, так как шел всецело погруженный в свои мысли, я, наконец, опамятовался и вышел из зала по лестнице к боковому выходу на улицу. Спускаясь по ней, я вспомнил, как всего час тому назад спускалась по этой лестнице Дези, задумчиво теребя бахрому платья и смиренно от всей души пожелал ей спокойной ночи.